Дорогие друзья, я приветствую всех вас, всех, кто присоединился прямо сейчас к нам через прямую трансляцию через телевидение. Добро пожаловать в новый 2019 год вместе с Церковью Завета города Новосибирска. Пусть Бог благословит каждого из вас и прямо сейчас пусть Божья благодать будет высвобождена на каждого человека, который пришел на это место или на какое-то другое ради Господа Иисуса Христа. Пусть всякая тьма уйдет, пусть всякое зло разрушится, пусть всякая болезнь потеряет силу свою прямо сейчас и пусть свобода Божья наполнит каждого человека, который сегодня утром обратился к Богу живому и пришел, чтобы послушать Его Слово. Пусть Бог благословит каждого из вас, драгоценные братья и сестры, драгоценные друзья, гости, все, кто сегодня вместе с нами в этот прекрасный рождественский, я бы сказал, или предрождественский день, во всяком случае в России. Так что добро пожаловать. Мы продолжаем праздновать этот прекрасный праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. У нас есть привилегия, как я уже как-то говорил, в России мы празднуем от 24 декабря прошлого года и до 7 января следующего года. Это русская душа, которая любит праздники, особенно такие, как Рождество Спасителя нашего. И, конечно же, вы знаете, что с приходом Сына Божьего на эту землю пришли или даже не пришли, а, наверное, воскресли, обновились те ценности, которые до этого люди либо не видели вообще, либо не понимали, либо видели, понимали, но эти ценности для них казались с какой-то несбыточной мечтой. Они понимали, что так правильно, но не имели силы, чтобы жить так правильно, как понимали. Но когда пришел Иисус Христос, многие ценности, они просто воскресли. Многие ценности неба, они просто воскресли и осветили эту землю. И это потрясающе. И сегодня я хочу говорить об одной из таких ценностей, которая воскресла с приходом рождения Иисуса Христа на этой земле. Я предлагаю вам догадаться, о какой ценности мы будем сегодня говорить. Поэтому в течение следующих пяти минут я буду читать вам местописание за местом Писании. Я буду читать вам отрывки из Библии. А вы в конце должны догадаться, о какой ценности мы с вами будем говорить. И кто догадается первый, тому я вручу приз. Да, новогодний рождественский приз. Но условия есть. Условия есть в том, чтобы не выкрикивать раньше времени, пока я не закончу читать все места Писания. Не бойтесь, это пройдет час, не больше. Нет, я обещал пять минут. И потом я спрошу все-таки, о какой ценности мы говорим? Я знаю, что в ДК Радуга точно так же вы участвуете в этом прекрасном розыгрыше новогоднем. Так что приготовились. Хорошо. Итак, когда Иисус Христос родился, ангелы пришли к определенным пастухам, которые пасли своих овечек, и они начали говорить с этими пастухами. И вот как это написано в Евангелии от Луки, 2 глава, 13 и 14 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Следующий отрывок из Библии. Числа, 6 глава, 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Следующий отрывок. Евангелие от Луки, 10 глава, 5 и 6 стих. «Иисус говорит своим ученикам, в какой дом войдете сперва, то есть, во-первых, говорите, мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». А вот еще одно местописание. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Филиппийцам 4 глава, с 5 по 7 стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Иакова 3 глава, с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И последнее местописание. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стиха. «Ибо царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Итак, кто готов сказать? Раз, два, три. Кто-то здесь впереди сказал. Кто? Нет, нет, это и сестер сказал, вот нам впереди. Света, кажется. Да, пожалуйста, приз в студию, так сказать. Дорогие, отнесите, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Давайте поаплодируем Светлане, которая победила, мне кажется, в таком обществе скромном. Очень нетрудно победить. Все подняли руки. И даже после того, когда я попросил уже говорите, вы продолжаете держать руки. Мне кажется, нам нужно больше дерзновения. Как вы думаете, а? Да, 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 да. Слава Богу. Но, слава Богу, мы на самом деле будем говорить сегодня об этой потрясающей ценности, которая называется мир. Которая воскресла с приходом Иисуса Христа на эту землю. Которая была какой-то несбыточной мечтой, по всей видимости, до того, пока Иисус не родился на этой земле. Мир. Вы знаете, это дословно переводится как покой, как безопасность. Это место, это состояние, где нет страха, где нет никакой паники, где нет никакой суеты. Я помню, как был еще по молодости, был в очень таком сложном и трудном месте. Не буду подробности сейчас рассказывать, но мне было очень плохо там. И я помню, что я стоял на улице и смотрел на небо. И видел, как облака идут, просто плывут по этому небу. Я как сейчас помню эти мысли и уверен, что сам Бог, хотя я еще был неверующим человеком, пытался меня как-то осветить через эти потрясающие картины неба и сказать, что есть что-то большее, чем вся эта суета на этой земле. Есть что-то более величественное, чем всякая ошибка даже, которую ты совершаешь здесь на земле. Есть что-то стабильное, более стабильное, чем что-либо, что есть на этой земле. Я смотрел на эти облака, и я вам просто свидетельствую, мне становилось легче. Я не знаю, как это работало, но мне становилось легче. Я понимал, что не все потеряно, не все так плохо. Появлялась какая-то надежда на какое-то будущее, которого я не знал, не представлял. И повторюсь, я не знал Бога, но Бог каким-то образом через эти картины касался меня и давал мне надежду в то непростое время. И сегодня я хочу говорить об этом мире. Я хочу говорить об этой ценности, которая здесь на земле, среди вот этой беготни, среди вот этой суеты, она порой просто настолько умаляется и становится настолько бесценной, что мы можем вообще о ней не думать и не понимать даже, насколько это важно, чтобы в нашей жизни был мир, чтобы наши сердца были наполнены состоянием безопасности, состоянием, где нет страха, состоянием покоя. Бог повелел евреям именно так благословлять друг друга. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуем тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Кажется, Бог говорит, я хочу прийти к тебе, я хочу обратить внимание на тебя. Это самое важное, это будет выражено именно в том, что ты будешь наполнен покоем. Ты будешь наполнен особенным состоянием мира, где нет страха и где нет суеты. Я думаю, что вот эта еврейская фраза «шалом» или «мир», как они друг друга приветствуют, фактически это сокращенное благословение того благословения, которое Бог предложил, как им благословлять друг друга. Сегодня в нашей церкви, сегодня во многих других церквях мы приветствуем друг дружку, говоря «мир тебе, мир тебе, брат, мир тебе, сестра», даже, может быть, не осознавая до конца, насколько это важно, насколько это сильно. И мне кажется, что сам Бог, Он помогает нам вот как-то выражать это. Но сегодня я верю, что Он хочет, чтобы мы остановились в этой ценности, чтобы мы сегодня как-то увидели ее пошире, побольше. Ведь именно так Бог сказал благословлять сынов Израилевых. И мне кажется, они говорили, потом это вошло в привычку, потом это долго же говорить. Да благословить Тебя, Господь, и сохранить Тебя, мир тебе. Это коротко, но в этом сама суть. Такое чувство, что они поняли, что сама суть, она именно вот в этом. И даст тебе мир. Поэтому они желали друг дружке «мир тебе, мир тебе, мир тебе». И вот Иисус рождается на этой земле. Рождается на земле, где столько конфликтов. Где люди только мечтают о мире, где только говорят «мир, мир», как пророк Иеремия говорит. Они говорят «мир, мир», а мира-то нет. Они иногда придумают себе мир, они вроде как-то стараются себя обезопасить, чтобы никто не своровал ничего, чтобы не было страшно. А внутри Бог через пророка говорит «а мира-то нет». И вот приходит Иисус Христос на эту землю. Рождается младенец, особенный младенец. Мне кажется, когда ангелы приходят в этот особенный торжественный момент, они должны передать людям с неба что-то самое важное, что-то самое потрясающее, необыкновенное. То, что связано с приходом Сына Божьего на эту землю. И что же мы читаем? Мы читаем, как ангелы говорят и восклицают «слава Богу вышних». Это понятно всем. Богу слава вышних, это всегда было всем понятно. Но потом, следующие две фразы, следующие два утверждения. Ангелы говорят, как будто что-то новое. Они говорят и на земле «мир», а в человеках «благоволение». Вы знаете, благоволение – это желание добра. Это желание чего-то доброго. Такое чувство, что это стало редкостью вообще на этой земле. Ангелы с неба приходят, и они благовествуют, они рассказывают о рождении Иисуса Христа, и говорят «слава Богу вышних, а на земле теперь мир». Теперь это будет возможно, теперь это будет доступно. И люди наполнятся в этом мире добрыми желаниями. Они не будут желать друг другу зла. Они не будут мстить друг другу. Они не будут убивать друг друга. Они не будут ненавидеть друг друга. И вот оно, новое начало, когда не только на небесах слава вышних Богу, а когда на земле станет возможным мир, и люди смогут наполняться добрыми желаниями. Когда я смотрю на это, думаю, ого, на самом деле, похоже, это особенная какая-то ценность, которую Бог хочет нам по-настоящему открыть. Дальше Иисус наставляет своих учеников, как вы помните. Он отправляет их на проповедь Слова Божьего. И Он говорит, когда войдете в дом, то сперва написано, то есть, во-первых, то есть, прежде всего остального, говорите, что? Первое, мир дому всему. Господи, но неужели нет чего-то другого, с чего можно начать разговор? Неужели нет чего-то более важного, о чем мы можем поговорить, когда мы рассказываем о Боге? Но Иисус говорит, прежде всего, сперва, в начале, прежде всего остального, мир должен быть. Самое первое, с чем ты должен прийти в чей-то дом, мир должен быть. Я подумал, сколько дел мы делаем, где нет никакого мира, где это не сперва, где это не во-первых, где это не прежде всего. Сколько дел мы делаем, думая, что будем успешны, а мира нет. Сколько диалогов мы ведем, сколько распри, сколько споров, сколько выяснений мы ведем друг с другом, там, где нет мира. И мы пытаемся что-то доказать, и мы пытаемся добиться какой-то правды, какой-то справедливости и мы бога туда же призываем но там где бог там где слава вышних там и на земле мир в жизни человека для которого бог был реален и которому он воздает славу будет наполнен этим миром будет наполнен этим желанием добра это следующий момент который подчеркивает что насколько важна эта ценность иметь мир и в конце своего служения я имею ввиду иисуса христа иисус сказал евангелие от луки 19 глава то что мы уже читали 41 стиха и и когда приблизился городу то смотря на него заплакал о нем и сказал о если бы и ты хотя всей твой день узнал что служит к миру твоему но это сокрыто ныне от глаз твоих ибо придут на тебя дни когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих тебе и не оставят в тебе камня на камне за то что ты не узнал время посещения твоего я читаю это и вижу здесь две проблемы которые иисус обозначает первое 42 стихе он говорит если бы ты узнал что служит к миру твоему заканчивается его служение он идет подходит к иерусалиму там где потом схватят где поведут на распятие и вот он смотрит на этот иерусалим а его приветствуют вы помните там постелали пальмовые ветви его приветствовали я обратил внимание интересно как его приветствовали это чуть чуть выше в этой же 19 главе в 37 стихе а когда он приблизился к спуску горы елеонской это рядом с иерусалимом все множество учеников начало в радости велегласно то есть сильно величественно так напыщено просто со всеми вот почестями славить бога за все чудеса какие видели они говоря благословен царь грядущий во имя господне и слушайте мир на небесах и слава вышних и вот иисус слушает эту хвалу он говорит это должно должны быть эти почести оказывать все правильно но когда я смотрю они видят что слава божья и мир он там где-то на небесах они говорят мир на небесах слава вышних и вот буквально пару стихов ниже и дописано иисус начинает плакать он смотрит и понимает они в упор его не видят они в упор его не понимают они все еще думают что бог где-то там на небе далеко что какие-то условия должны прийти чтобы они получили мир безопасность и покой может быть они думали что нужно расправиться как-то с римской властью которая оккупировала их в то время может быть еще какие-то у них проблемы свои были они все еще ожидали что когда-то что-то изменится а прямо перед ними стоял живой сын божий иисус христос который являлся самим миром как написано в писании он есть мир наш и вот он стоит они все смотрят на небеса а он стоит прямо перед ними они все думают что мир возможен только на небе иисус заплакал он заплакал видя это состояние народа я подумал господи а не оказываемся ли мы иногда в таком состоянии когда ропщим когда думаем что что-то должно измениться когда оправдываем не хорошо думать что что-то должно измениться но неправильно думать что для того чтобы иметь мир в сердце что-то должно измениться вокруг как я думаю господи не похожи ли мы на тех евреев иногда которым все время чего-то мало которые оправдывают свой гнев свою злость свои грубые слова которые не думают о том чтобы иметь мир в сердце но дать пытаются добиться каких-то целей и ожидают что бог поможет им в этом я думаю что это то состояние народа когда иисус может стоять и плакать и говорить о если бы ты о если бы ты хотя бы этот день узнал что же служит к миру твоему что же является по-настоящему твоим миром вот там написано хотя всей твой день узнал что служит к миру твоему там в оригинале нет от этого слова служит то есть фактически мне кажется можно было бы так перевести что является твоим миром что есть мир на самом деле иисус говорил стоя и смотря на этот город итак это огромнейшая ценность это первое что я хотел вам сказать мне хочется чтобы сегодня мы как-то обострились и посмотрели на эту ценность как на величайшее сокровище который о котором говорил бог ветхом завете и все что он сказал вот этим благословляйте сынов израилевых и я благословлю вас и тогда все будет хорошо если будет мир вашей жизни если вы будете его иметь все остальное будет хорошо это важно когда я вижу что с этого с этой ценности с провозглашение с провозглашения этой ценности ангелы начали говорить когда я вижу что иисус плакал от того что не видел что люди имеют этот мир я понимаю насколько же велика эта ценность насколько это сильно и необходимо сегодня для каждого из нас и вот следующее что я хочу сказать отвечая на вопрос а почему а почему это такая большая ценность а почему бог ее так сильно просто превозносит в нашей жизни и показывает что нам просто необходимо иметь мир в своей жизни и вот ответ который я вижу в писании потому что мир это то состояние в котором находится сам бог мир это атмосфера присутствия божьего мир это он там где бог там есть мир где бог там однозначно будет мир скажите аминь это правда где настоящий живой бог там будет мир я должен сказать что не всегда знаете ли мир состояние мира это отсутствие конфликта надо признать что иногда этот мир он и в конфликте может быть но например сразу же после того когда иисус услышал что они мечтают о небесах о том что там где-то мир есть все таким сразу после того когда иисус заплакал глядя на состояние народа следующее что он сделал обратите внимание это же девятнадцатая глава мы прочитали до сорок четвертого а вот сорок пятый стих евангелие от луки 19 45 и войдя в храм начал выгонять продающих в нем и покупающих говоря написано дом мой есть дом молитвы а вы сделали его вертепом разбойников и учил каждый день в храме первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили чтобы сделать с ним потому что весь народ не отступно слушал его вот иисус представитель мира божьего плачет о том что люди не имеют мира а потом заходит в этот храм и начинает выгонять оттуда всех покупающих и торгующих там в этом храме просто возмущаясь гневаясь говоря как вы можете устраивать здесь вот эту торговлю на святом месте мы можем по-человечески посмотреть сказать господи подожди ты только что о мире плакал как-то не похоже что ты вот сейчас вот все так сделал чтобы мирно как-то было вы только представьте люди годами там торговали у каждого своя торговая . там была в этом храме уже давно они уже каждый знали кому кто сколько платит и так далее и вот приходит иисус другом месте написано что он переворачивал столы миновщиков деньги разлетались там овечки которыми торговали разбегались там еще все это такое происходило что по человечески миром назвать очень сложно тогда вопрос что же такое вообще этот мир но нам сложно дать ответы на все вопросы но я хочу одну мысль сказать в бог присутствует в этой атмосфере мира своего мира божьего и иметь мир в сердце это значит иметь бога иметь мир в сердце это значит понимать его волю если ты хочешь чтобы этот мир в сердце оставался это нас значит надо следовать за тем куда бог поведет это не всегда нужно просто молчать сгладить острые углы не сказать никому поперек лишнего слова смотреть на беззаконие и закрывать глаза не слышать то что говорят что попало иногда нужно противостать когда бог побуждает противостать иногда нужно сказать чему-то нет иногда нужно спорить отстаивая истину иногда нужно быть просто смелым и как пророк исая говорит что крепкого твердого твердого духом ты хранишь совершенном мире ибо на тебя уповает он понимаете мир божий это не просто человеческий лепленный мир это не просто когда ты закрыл глаза когда не сказал ничего поперек когда ты выслушал промолчал когда все спокойно и спокойно все спокойно внешне это еще не мир мир божий это когда внутри ты знаешь что ты в единстве с богом это когда ты знаешь что он за тебя это когда ты знаешь что ты послушен ему когда ты знаешь что ты идешь туда куда он тебя ведет этот мир божий будет сохраняться потому что в этом мире присутствие божье это атмосфера бога в котором он находится и я хочу прочитать вам еще одно слово которое уже читал послушайте мудр ли кто из вас и разумен докажи это на самом деле как добрым поведением с мудрой кротостью но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не лгите на истину это я к тому что мир божий это атмосфера присутствия бога там где бог там будет мир там будет мир в сердце там даже если и будет какой-то конфликт обратите внимание конфликт произошел только люди толпами толпами шли за ним и и эти иудеи эти фарисеи хотели схватить иисуса они ничего не могли сделать почему потому что народ окружал его потому что людям нравилось то что он делает хотя он конфликтовал в тот момент очищая храм но когда он очищал что-то ради господа всем становилось хорошо когда мы очищаем свою жизнь когда мы помогаем очиститься другому ради господа любя идя за этим миром божьим тогда всем будет хорошо надеюсь я вас еще не запутал но это правда что там где бог там будет мир божий если там просто распря если написано что в сердце вы имеете горькую зависть если вы имеете сварливость то не хвалитесь писание говорит и не лгите на истину это не есть мудрость нисходящая свыше но это земная мудрость мы можем отстоять что-то мы можем выиграть какой-то спор мы можем победить в какой-то битве но если там зависть распря ссора если там сварливость если там недовольство если там злые слова то там нет мудрости божьей и ответ который ты получишь может быть далеко не от бога и писание говорит не ибо где зависть и сварливость там не устройство и все худое бога нельзя назвать вот именно этим но мудрость сходящая свыше она во первых чисто потом следующее мирно это следующая характеристика мудрости она мирно она не ищет своего на не доказывает она не кричит она не ругается он не швыряет что-то она мирно я вспоминаю вновь эти облака это просто это гармония и это стабильность и это сила хотя это пар на самом деле понимаете но в этом бог он творец и вот это все этот пар идет и так мощно и сильно все это выглядит поэтому во первых чисто потом написано сразу она мирна скромна послушливо полна милосердия и добрых плодов беспристрастно и нелицемерно и вот внимание плод же правды то есть нам хочется иметь плод нашей правды но мы иногда так доказываем что мы правы нам хочется просто этот плод имеет сорвать мы правы мы правы так вот плод же правды в мире это это слово мир имеется ввиду не прекрасно этого мира не не плане вот этот мир окружающий это все то же слово покой и безопасность шалом это все все то же самое слово говорящие о мире божьем плод же правды в мире то есть есть плод правды в мире а есть плод правды в зле когда ты просто отстоял свое когда ты доказал кому-то когда ты что-то убил разрушил схватил взял насильно и все ты прав но только бога там нет настоящей победы там нет но иаков говорит что плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир я изучил это слово хранят как-то мне с какие-то сомнения возникли и что я обнаружил я обнаружил что ничего с хранением это не связано то есть это слово никак не связано с хранением просто чего-то это слово дословно переводится разными словами творить делать производить исполнять еще раз творить делать производить исполнять то есть это слово когда написано что мир сеется плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир то есть дословно которые творят мир которые делают этот мир которые производят которые исполняют волю божью они они впереди этот мир это не просто сохранить это не просто сберечь что-то просто чтобы не что-то не нарушилось нет это присутствие божье в котором ты призван остаться это присутствие божьего покоя божьего в божьей безопасности в которой ты призван остаться, что бы ни происходило вокруг тебя, какая бы атака на тебя не была направлена. Мы призваны творить мир. Мы призваны прийти в этот мир, который наш окружает, где хаос, где безборядок, где зло, где дьявол атакует и пытается разрушить каждого человека. Мы призваны прийти туда и принести Божий мир. Мы призваны сотворить там мир, на всяком месте, у нас на работах, у нас в домах, в семьях наших. Пусть мир царствует. Это наше призвание. Об этом говорит Иаков, что плод правды в мире сеется у тех, которые хранят, которые творят, созидают, делают мир. Дорогие, уже несколько лет, наверное, прошло с того момента, когда я собрал, помню, свою семью. И я сказал, послушайте, так много есть разных ценностей у нас в жизни. Когда мы открываем Библию, хорошие, прекрасные ценности, их много, но надо признать, что мы не можем в равной степени иметь все ценности. Надо признать, что на что-то мы будем больше обращать внимание, на что-то меньше будем обращать внимание. Но есть ценности, настоящие ценности, которых может быть одна или две. Это те ценности, за которые ты готов сражаться, за которые ты готов бороться. Если это для тебя ценность номер один, это означает, что ты готов оставить что-то другое, лишь бы у тебя осталась эта ценность. И мы рассуждали, что же это может быть в нашей семье. Я сказал, давайте подумаем, какая ценность, одна или максимум две может быть у нас в семье, за которую мы будем бороться, сражаться, отстаивать, будем готовы лишиться чего-то своего, лишь бы у нас в семье осталась эта ценность. И мы согласились с тем, что эта ценность будет называться мир. Там, где есть этот мир, там есть Бог. Там, где есть мир, там присутствие Божье, а больше ничего не надо. Да обратит на тебя Господь светлым лицом своим, да помилует тебя, да увидит тебя, да презрит на тебя и даст тебе мир. Если Бог в твоей жизни, первое, что Он хочет, чтобы ты имел, это безопасность в Нем. Это покой, который превыше всякого разума. то, что говорит апостол Павел в послании филиппийцам, не заботьтесь ни о чем, открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого разума, ты не можешь его понять, ты не можешь это просчитать, но ты можешь этому доверять. И если ты будешь доверять миру Божьему, если ты будешь доверять Богу, то Он будет руководить тобою через этот мир. И мир Божий, который превыше всякого разума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в послушании Иисуса Христу. Я посмотрел, опять же, в оригинале это слово, которое у нас переведено, как соблюдет. Очень интересный перевод. Дословно означает стеречь, даже содержать под стражей, а оберегать. То есть, другими словами, это такая картинка. Нас все время этот мир, понимаете, надеюсь, в чем говорю, то есть, этот мир, окружающий нас, где зло, где вот то, что мы называем мир этот, то есть, зло это пытается выдернуть из Иисуса Христа, пытается вытащить из Иисуса Христа, потому что дьявол знает, пока ты в Иисусе Христе, никто и ничто не может с тобой сделать что-то. Но он старается вывести тебя из Иисуса Христа. Так вот, призвание мира Божьего и мир Божий, который превыше твоего разума, всякого, причем твоего, я обращаюсь не только к необразованным людям, я обращаюсь к профессорам, абсолютно ко всем, превыше всякого разума, мир Божий превыше всякого разума, он будет охранять, он будет стеречь, он будет как страж даже держать тебя, чтобы тебя никто не смог выдернуть из присутствия Божьего, из присутствия Иисуса Христа. Вот призвание мира. И мир Божий, который превыше всякого разума, сохранит тебя от этого мира, от этого зла, от неправильных поступков, от глупых поступков, от тех поступков, о которых ты потом будешь плакать, сожалеть, кусать локоть, пытаться и что-то вернуть, а уже поздно. Если ты доверишься Божьему миру, если ты эту ценность поставишь на первое место, выше, чем своя правда, выше, чем свои мысли, то он сохранит тебя, он сбережет тебя, он будет путеводить тебя, он будет руководить тобой, и он приведет тебя именно туда, где Бог хочет тебя видеть. В этом году, в 2019, Бог хочет видеть каждого из вас в определенном месте. И это определенное место, оно тебе во благо, оно не на зло. Оно, чтобы дать тебе будущее, чтобы дать тебе надежду, чтобы дать тебе успех, процветание, победу, счастье в семье, радость в жизни, исцеление в сердце. Бог хочет видеть тебя в этом году, в определенном месте. Я советую вам, я прошу вас, я призываю вас поставить эту ценность под названием Божий мир на первое место в своей жизни. И тогда у Бога все получится во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Давайте прославим Бога. Он достоин. Он, аминь, аминь, аминь. Отец, спасибо тебе. Мы благодарны тебе за Иисуса Христа. Мы благодарны тебе за то, что Он пришел на эту землю, на эту землю конфликта, на эту землю войны, на эту землю беспорядка. Мы благодарим тебя, Господи, за то, что ты пришел на эту землю и принес новый мир, принес новый порядок, принес присутствие Твое, которое выше всякого беспорядка в этом мире. Господи, и мы избираем жить в Тебе. Мы избираем следовать за Тобой и хранить тот мир, которым Ты наполнил наши сердца. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя и поклоняюсь Тебе вместе с моими братьями и сестрами во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.